Докладчик Женя Заболопный Докладчик Женя Заболопный Он расскажет о какой-то его порт Здравствуйте, я Женя Докладчик Женя Заболопный Для начала я спрошу, кто-нибудь работал Докладчик Женя Заболопный Вознимая позвие руки, если вы не знаете Тогда, я думаю, будет интересно слушать Всем остальным были обзорные версии которая осветит нам Я расскажу о том, что это такое Как это устанавливать, как это использовать И о всяких прикольных вещах, которые мы там сделали Или процессы Ну да, это продукт нашей фирмы И он постоянно находится в процессе разработки Заработки Вот Поэтому То, что я сейчас рассказываю Это относится к тому, кто есть на данные Вот Что же такое сверхсплажки? Ну, по сути это Обертка Обертка, которая Добавляет в Zend-фринберку Функции По работе с контентом Почему Почему для нас Это Каблаз не только важно Чтобы мы решили Писать свой Zend-фринберк Вообще Проблема Zend-фринберка В том, что На многие фичи Многие фичи Приходится Писать Заново В новых проектах Есть Определенный Набор Модулей Которые Буквально Приходится Получить От Веб-тринберка Поэтому От Необходимости Конденсировать Некоторые Недостачи Функционалии От этого И родилась Веб-тринберка Завкор Это Цент Content Management Т.е. это Принберка Который Позволяет Создавать Приложения Которые Работают С контентом В чем же Отличие от CMS Почему Вы не взяли Внимать Joomla или WordPress И не научились И работать Ну Очевидно Что Joomla Это система Которая Нарабатывается Уже Давно Которая Немного Специализирована Там Вешеный Объем Кода И Вот Те задачи Которые Мы обычно Решаем Редко Подходит Уже Готовая CMS В случае CMS Системы Я просто Говорю По всяких Случа CMS Это Content Это Более Которые Продукты Которые Манипулируют Манипулировать контент Вот Большинство наших Проектов Большинство наших Проектов Специфичны То есть У нас нету Каких-то Шагловных Проектов Которые Содержат Одинаковый набор модулей Поэтому Под Каждый проект Приходится писать Какие-то Вещи Которые Редко Убавят В Готовую Систему Нам Пришлось Переписывать Если Кто-нибудь Когда-нибудь Пробовал Переписывать CMS Framework Тот Наверное У меня поймет Поэтому Мы Взяли И Просто Начали Запиливать Туда Те вещи Площаденная Работа Те Это Обычный Кучий инструмент Ну То есть Можно Сказать Что До сих пор Хорошо Подходит Для Проектов Который Мы Разрабатываем С нуля Но Так же В принципе Никто не мешает Применять Уже 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 В готовых Проектах Был опыт Переписывания Стороннего Кода Который Приходил На Zenfringer Был опыт Переписывания Ни на Код Вот Перешли Замечательно Но Это опыт Говорит Вау Теперь Собственно Расскажу О том Как Мы Развиваем Кода Чтобы Примерно Понимали Что значит Обертка Вокруг В первую очередь Это Конечно Дописывание Своим Компонентом Расширение Каких-то Компонентов Zenfringwork Тот же Контроллер Очень часто Приходится Приложение Расширять Контроллер Метаболику За свои Вот Также Это Допеивание ZF Tool Который На сегодняшний момент Является Слабым местом Zenfringwork Кто Давайте так Кто Вообще Работал Имеет опыт Ну Нормально Половина А Кто Постоянно Работает Zenf Tool А кто Хотя бы Примерно Представляет Что-то такое И Где-то с ним Работает Вот В общем Проблема с Zenf Tool То, что он Мало функционален И Сильно Медленно Допиливается Работчика Вот Поэтому Ну Нам Ничего не остается Как Те функции Которые Лично нам нужны Дописывают Туда Сами Ну И последнее Пожалуй Самое важное Что Поре реализовано Набор готовых модулей Это Это Попытка Рейз 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 Только То Что Нужно Под Конкретную Бизнес Задачу Проект Ну что Пожалуй Расскажу Об установке Это Это Open Source Проект Поэтому К нему Может присоединиться Каждый У нас есть Даже Небольшое Community В котором Чат Стоит Да В котором Переидится Кто-то Что-то Пишет Кто-то Что-то Предлагает У нас Много Коммиттеров Чего-то Мало Может После Сегодняшнего Пойдет Вверх И Вверх 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 Ну Собственно Також Нам Нужно Код Откуда Разжмут Ну Да Настроить Как Майк Человек А Не Там Не Не Там Не Да Да Подки Человек Не 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 Вот Собственно Мы Реализовали свою вторую Почему мы это сделаем Ну Во-первых Потому что Надо проверить Те же Дерриторию Вечно ты забываешь Я спешу про стаи 777 Вот Далее Елементарная Версия Я уже молчу Про Экстеншн Ну Тут Особо Ничего Поэтому Пойдем дальше Основные Настройки Разумания Таймзоны Настройки У вас там Для Установщик Да Это Установщик для его функции Собственно Это Это Помощник Настроить Среду И Помощник Создать карту В Зайдкоре Есть Уже Заготовка Для Для конфига Ее Зайдкор Можно установить руками Акция Настройка Мыла Интеграция Интеграция С Социалкой Некоторые Модули Нельзя Отключить Некоторые Можно Для Урощения Когда Вы Становились Групно Отключать В Самом конце Реклама Ну В Зависимости У Вас Пока Есть И Ну И Пока Мы Не справляемся Это Все Можно сделать Мы Делаем С С С С С С С Создал Абмина Первого И Вот Этот Ча Который Придумал Многие Средизицированные Коллега Вот В свое время Не Придумал Я посмотрел Это Проверка На доступ к серверу Так Давай Хорошо Как Она Выглядит Свет Может Свет Выключить Ладно Я Я просто Вам раскрыл Что я делаю Я открываю Файл Планом И Удирая Финда И Уникально Тем самым Я подтверждаю Установку Ну Там Пока Ничего интересного Тем самым Я Подтверждаю Что У меня есть Это Защита Всех Случаев Когда Вы Решили Установить Сверху Горуб Где Готовы С инсталлятора На Открытый Доступ Потом Пошли Добавить Твиттер А пока Вы Это Все Делаете Кто-то Нечаянно Зашел На Страничку И Начинает Добавить Установку Вот Так вот Вы Видите Вот Мы Получили Последнюю Установку Которая Нам рекомендует Создать Вот Этот файл Патри Я И Попала Вот Класс В , 1 1 1 2 Закцеляем, идем в место, и еще рекомендую удалить инсталл. Ну, если вы удалите, то поставим. И вам мы видим первый экран. Мы сюда прикрутили этот экстракт, потому что, во-первых, он красивый. И во вторых он тоже красивый. Во вторых он в самом деле очень классный для прототипирования. И это в любом смысле кассивее, чем… Наши жалкие попытки делать такой депутат. Да. Поэтому… Так. Собственно, как вы догадались, реализован модуль юзеров. В том числе логин и регистрация. Заходим, мы залогинились. У нас появилась одну панель. Видео. По открытиям. Как бы на фронтенде практически ничего нет, кроме логина регистрации статических страниц. Основное скрыто на Докене. Это… Даминка – это то, что… Обычно на что остается мало времени. Вот. Но… То, что мы можем реализовать для себя, в большинстве случаев мы это реализуем либо для себя, либо для каких-то людей, которые будут с ней работать для админок. Поэтому мы здесь можем себе позволить, представить, как это должно быть и реализовать. Очень часто заказчики соглашаются на наш админку. То есть мы… Особенно если бесплатно? Да. Мы ее предоставляем бесплатно и как бы в большинстве случаев она не устраивает. Конечно, фронтенк не угадать никак не нужно. Так. Здесь на админке у нас реализована поддержка фут. То есть базовые операции у нас… Как это сказать? Реализована некоторая абстракция, которая позволяет за минимум времени реализовать табличку, которая выводит список сущностей, формочку, которая позволяет добавить сущности, которая позволяет их отредактировать. То есть основные действия, ну так, фильтры, сортировка и прочее. Вот. И, в принципе, все модули рядом похожи. Из наиболее часто употребимых модулей разработчики – это статические страницы. Практически на каждом сайте они не нужны и очень часто их не будет редактировать. Вот. Ну, блокформ не так часто. Факт. Комменты. Это модуль, который позволяет разные, ну, другие модули вставлять свои комменты. Вот. Если интересно, покупать. Своя реализованная простая категория, translate, управление шаблонами, писем. Вот. Ну, и всякие такие вещи, которые будут наобрационно настроить. Так. Ну, возможно, сейчас какие-то вопросы. Я сейчас хочу перейти чуть дальше, показываю некоторые моменты из того, когда реализовано. Чему бы не сделать полностью юзер-френдли и сделать автоматическую генерацию конфигма, вместо того, чтобы лезть в консоль, копировать, вставить, сохранить, право на файл. Да. Чаще всего мы разворачиваем это все на Linux подобных серверах. Попробуйте список. Попробуйте. Всегда. Всегда. Вот. Вот. И там есть такая вещь, как права . Так вот, по умолчанию, когда вы только все развернули, у вас доступа для Apache, ну, в обычной схеме работы, когда у вас стоит Apache, вот PHP как включен, то у вас все действия производят Apache. У него просто нет права, чтобы сделать вот эти вот действия. Ну, в принципе, можно сделать. Отличание имеет смысл. Да. Имеет смысл. Но, с точки зрения безопасности, все-таки позволяет Linux серверу заменять файлы, относящиеся к системе. То есть, одно дело, когда он в практике сохраняет хэш или нет. Другое дело, когда он имеет право конфигмировать. Ну, мы можем это сделать, собственно, один раз. Создать его и дальше права обернуть на... Ну, никто нам не мешает сделать кнопочку, запишем файл. Да, но я не могу записывать, нормально, и дальше что бы... Записываем, да? Ну, создаем. Идумный значательный. Ну, кстати, в вокзале я учусь. Да, в этот серпе в церковь разных файл он тоже тут поучаствовал. Ну, и в общем, все же, право на переносение он задействует. Так что я потом еще проверю. Если не создается в этом... и автоматически удаленем слава. Так, ну ладно, давайте тогда мы дальше учимся с вами. Наша реализация труда — это сегодняшняя цива. Один класс, который... Да, правильно. Собственно, контроллер, который наследуется от обычного центовского, и там предоставляет вот эти все вещи по управлению, стандартные вещи по управлению. Вот. Программисту всего лишь нужно три метода переопределить, которые не доставляют вот эту абстрактную груду, а доставляют конкретные уже формы. Формы и таблицы для того, чтобы их потом просто вынести достану. То есть это он... Восход, в принципе, простой. Я покажу, как выглядит у нас серий. В общем, как мы видим, это класс контроллер по управлению по управлению. Он остается от труда, потом его специалистский метод, и, ну, как он слева, и видит, 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 видит. И форм, который просто создается форм, который мы уже делаем. Гертейдисформ и гертейдисформ. В принципе, для реализации минимального интерфейса достаточно этих трех методов. В чем разница между гертейдформ и гертейдформ? По сути, там и форма только там детектируется, там создается? Да. Там она иди сильно отличается в 64. Верно, я не знаю, даже вам будет одна форма. Да, она создается от user form user edit. Да. Ага. Что это надо делать? Откридая, создается и удаляется. Классворд. 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 Ну, то есть, ну, обычно форма детектирования включается в форму создания хотя бы... Наличием IT, правильно? Это можно проверить сразу. Сразу на кнопки. Ого. Ого. Да, обычная вещь. Да, обычная вещь. А, обычная вещь. Да. Какие еще вопросы? Ну, тогда я покажу структуру. Вот это вот... менеджмент контроллер. Менеджмент контроллер. Элмера за одним. Это часть, которая включает за управление. Все остальное это... Структура модулей. Обычно стандартная. Звейповская. Ну, разве что, некоторые конфигы добавили. Вроде те уже... Наридейшн. Наридейшн. Которые потом складываются в один единый конфиг, и это все подгружается в наридейшн, средства и в пациент. Открой наридейшн. Это у нас... Вот такая админка, как называют дародиумы, вообще, я же не буду. Ну, здесь приописаны ролики в Яме и внутри. Вторая, что все как-то в Яме писать. Правда, Zend приедет не сильно любит Яму. Мы здесь как-то себе проблему с маршингом Яма, когда он занимал очень много проблем. Пофиксировали проблему, да. Там сумасшедшая тенденция каких секунд занимал парсинг Яму в маршере. Еще мы фиксили проблему с тем, что Яму картиги не понимают минусы в названиях, и там, ну, в принципе, кричал тоже. И недавно этот чикс запутали. Да. Ну, собственно, это разделение на пакетфиках сделано для того, чтобы система оставалась мудрым, чтобы можно было с минимальными усилиями и убрать афин с бутами и писать для людей. Ну, в этом месте все, что я хотел сейчас показать. По кругу, по схеме. Если есть вопросы, то я предъявляю вас. А структура модуля не отличается фронтэнд и админчасти. То есть мы не можем никак программировать. Мы можем, нам нужен только модуль только для админчасти, потому что там есть проблема с бусттрапом, когда он всегда вызывается. Модуль – это функционал. Да, модуль – это функционал. У нас просто модуль, который менеджмент, он всего лишь ему сказано, используя выявл дашбор. То есть никак не делен. Это фронтэнд, бэкэнд. Он просто говорит, выявл такой-то. Сейчас больше ничего. Ну, и на CL я еще описываю, кто имеет доступ к такому модулю. То есть фактически мы можем в CL убрать доступ только для админа, он будет расшарить на всех, и кто-то получит доступ к один, куст к один модуля. И все. Я подсветим? Да. Вот одна из вещей, которая лично мне очень нравится, то, что мне очень часто не хватало. Проект. Проблема в чем? Проблема в том, что когда мы пишем какой-то проект, мы, конечно же, как порядочные разработчики, используем какую-то систему по контролю стопик-кодам, типа SVM и QL и код. Которая нам позволяет дельсинифицировать код и обмениваться этим кодом между разработчиками. Но возникает проблема, когда нам нужно изменить структуру баттердана. Вот. В этом случае получаются такие ситуации, что один из пользователей что-то добавляет, он обновляет код, но не обновляет, как бы, обновляет базу данных только у себя, только свою локальную. Кто-то долго обдейтится, и у него что-то падает. Вот. Это нехорошо. И решение этому миграции. Ну, о миграциях, я думаю, многие из вас знают. Давайте поднимите руки, вот, чтобы я понимал. Ну, привезли до половины, но я тогда скажу, в чем все миграции. Миграции — это такой подход, который помогает хранить историю изменения данных. Вот. В нашем подходе к миграциям, как и в некоторых других, схема вот такая. Отлично. Первую дату миграции. Вот. Ну, это миграция, которая должна быть уникальна. И два метода. На самом деле, подход к миграции просто как дверь. Есть два метода. От и до ут. Соответственно, миграция может подниматься, или она может мегрейтить, запускать. Таких миграций может быть в системе море. Они постоянно добавляют. Кто, как разработчик, делает изменения в базе данных миграций. И он закоммитит свой код, который использует эти изменения. Он вместе с кодом коммитит и миграцию. Вот. Нулевая миграция спустая. Вот. Вот. Вот эта миграция спустая. Мы поддерживаем также модульную миграцию. Если мы откроем, допустим, там, где же категории делали. В категории есть нулевая миграция. Вот. Ну, некоторая наша небольшая прослойка в базе данных. Потому что ZF, кроме того, что он пока не поддерживает миграции, он еще и сильно много средств будет выставлять для работы с структурой базы данных. Вот. Поэтому есть такие небольшие методы. Захожу, где-то есть крейтейт. Что-то мы не пользуемся. Крейтейт? Да. Есть, но что-то мы не пользуемся. Наша ползор для промежной миграции позволяет их отображать списком, позволяет их поднимать, опускать. То есть, запускать грейдит или грейдит за определенные миграции. Ну и генерировать миграции, смотреть дифф между текущей схемой и последней схемой базы данных. Генерировать миграции? Подробно? Ну, как это? Какая это не двигается? Ну, на самом деле, да. Это не во всех подробных блоках есть, к сожалению. Почему мы и не стали использовать сторонний блок, допустим, если мы возьмем? Я смотрю, как это работает. Я смотрю, как это работает. Я обращаю, как раз и обращаю. Допустим, нам пользователя вдруг взгляну в голову и добавит какое-нибудь поле, ну не знаю, придумаете что-нибудь. Там есть? Ну, мы называем там. Что нужно добавить? Добавить ID. Уже есть. Банг, даю имя, да. Давайте! Давайте! Да. И подъем на снова консоль. Отвечаем. Да, ну, ребят, я что-то в порядке, когда зайду и что-нибудь применяю. Это и Петруль. Нормально, да? Так, ну, не обошлось и без обертки вокруг the tool. Есть у нас такой бочень, есть у нас такой скрипт, который называется the message. Который всего лишь навсего подключает конфиг. Он просто прописывает пути к нашим провайдерам. У нас был провайдер на данный момент. Собственно, это обертка, извините. Эта обертка нужна по той простой причине, что созданный Zen framework tool, он такой вот. Так плево написано, что для его расширения приходится вот таким образом вращаться. Другого способа я не нашел. Да, я тоже его искал. Иногда проверяю, что они там на комитере. Хотя бы могли там, как Mercurial, искать свой конфиг. Платно. Фантазировать, что нужно. Платно. Ну, давайте еще, может, запустим. Забево, стоит. За пистолетом. Ну, сзади, они спили. Так это… Топатрон. Платно. Платно. Что касается. Вот, вы видите в основной информации, подразделиваете. Вот. Честно говоря, я уже сказал. Есть команда здесь, которая всего лишь нам-сего нам выводит SQE. Вот еще на новой части понятно, да? А, новой части. Ну ладно, там есть у нас такой лайфлист. У лайфлист можно добавить список таблиц, которые не знают. Есть бледлист, который позволяет убрать. Ну, если у вас есть какие-то тестовые таблицы или выкаутные таблицы, то, что это такое... Ну, в общем, это правильно. Вот она вывела, тот, который нам показывает... Мы можем остановить этого не видеть. Почему мы не думаем? В общем, то, что она обещала, то она и сделала. В принципе, мы постараемся сделать так, чтобы нужно было минимум разработчиков, чтобы не играть. Потому что там нужно сказать, какие вот такие фразы не сильно. Не знаю, сказать, что на альтертейн. Нет. А альтертейн? А где тот дроп, когда приходит. Ну, сейчас я вспомнил момент, который мы на следующем собрании... То есть, на самом деле, миграции... Данная реализация миграций должна немного быть измерена. Там много чего нет, чего должно быть в живых настоящих хороших миграциях. Но для... на сейчас, то есть для того, чтобы, например, производство миссердеров про Абрыли, ее портали. Лучше, чем... Да, это лучше, чем лезть в баскаке и добавить... Лучше убрать лишний код, чем писать его. Чем писать вот такой... Конечно, мы... А если добавить какие-то данные в таблицу, она там... Кто-то добавит? Либо просто структурой ставит? Нет, нет. Если ты делаешь, чтобы даунгрейд, я опять обгрейд, тогда он в руки создаст чистую таблицу. Нет, я имею в виду, мы создали таблицу, например, забили какие-то данные. Когда делаем миграцию... Смотри, на самом деле, в чем была соль в этой штуке? Генератор сам, он делает телешапку вот эту. А ты потом залазишь в миграцию и ручками добиваешься порчу. С данными могут быть проблемы. Потому что тот же самый миг, он будет всегда нам долго туплить, и если там не нужно, ему изменеет разница именно в данных. Могут же быть и просто измененные поля, и это все нужно учитывать. Ну, может быть, в будущих версиях мы реализуем пинт-поддержку, который будет, допустим, по какому-то параметру заполнительному будет. По таблицам генерировать также дипи данные. Но пока, честно говоря, данные иногда требуются сохранять миграцию, но очень редко. В основном, это когда у нас есть зависимости между таблицами, какими-то модулями. У нас, например, есть таблица алиасов для комментов, и когда у нас апается модуль блока, то он должен записать свою старку с алиасом для комментов. В общем, задолго не снять. Система знает, какие миграции нужно накатывать? Ну, при ате — да. При дауне накатывать — да, она знает. Я проверял, оно работает с накатом нормально. Но когда я начинал в дауне, там нужно порядок, например, выдерживать, потому что иначе модули зависимы между собой, и очень зависимо от этого получается сейчас. Вот они односторонние, и это не очень хорошо. Ну, все. Вообще, есть таблица Migrations, в которой показывают такие накатанные, и также есть... Да, я могу показать это так вот. Да, покажем. Да, мы находим реализацию миграции, где комплицы держат в лобу миграции. Да. Руками расформации. Да. Ну, реализация этих миграций, она довольно простая. Да, т.е. идёт, несловно изменять. И история состояния. Так. Ну, пожалуй, миграция. И ещё несколько вопросов. В зависимости между модулами, разные модули, разные миграции устанавливается? Ну, там зависимости на профессорах самих, на уровне самих миграций, не знаю. Ап работает отлично. Внизу сверху. Вот. Это необходимая миграция для того, чтобы наградить на текущую. Да, да. Нам нужен адмут модуль категории и модуль комментов. А на какой лист, на такой версии? Нет, это ещё не сталкивались. Ага. Типа постричь? Да. Ну, в целом, это модуль, наверное, это с собой другое. То есть, разумно. Особо не нужно. Не психи. Вот, что стоит сказать о миграциях. Вот. Мы эти миграции применяем сами. Вот. В разработке ZF Core. Но самой разработкой PrimeBurk, оно не ограничивается. Конечная цель – это использование миграции в разработке готового продукта. Вот. И когда я разрабатываю уже на базе ZF Core этот продукт, я первым делом накатываю… Ну, я… Первым делом мы накатываем эти все миграции, удаляем базу данных, не, базу данных, уже удаляем, а как от этих миграций. Вот. И генерим первую нулевую миграцию, которая содержит в себе всё, что нам нужно. Потому что в реальной разработке нам нужно по модульно хранить историю изменений. Вот. Нам достаточно хранить линейные истории изменений. Ну, по крайней мере тех проектов, с которыми я сталкивался. Поэтому подобных проблем будет меньше. И зависимости… Это, скорее, вот… издержки разработки фреймборта. Когда у нас… Мы разрабатываем… Стараемся более-менее автономными мутурами, мы зависимы, все равно стоит ли, какой сотрудник поддерживает. В реальном проекте вы лишнее удалитесь, то, что у вас останется, вы будете использовать. Можно ещё пару вопросов? Можно, конечно. Почему вы не использовали готовые решения? Да, потому что… Да, мы смотрели готовые решения. И… И… Катрина… МПМ… Катрина… МПМ… МПМ… Вот ОРМ мы не использовали никакую принципиально… Нет. Катрина Мигрейшнс, он не… В основном, просто основной… Не, выводишь… Да, ты… Как… Ты… В плану… Он к нему не привязан. Привязан? Вот. Ну, в общем… Основная причина была… Ну, что ты не взаимодействовал. Да. Нам… В инфримерке… Так, это тоже у вас в инфримерке, а у вас свой собственный код. Адмейкл. Четырехкласс. В результате писалось, и подальше будет 5 и 2. Доктрин, она… Средняя, она… Доктрин, Мигрейд, 5 и 2 поддерживает. Ну, я… Я, если честно, не помню… Мы тогда, ну… Примеряясь к Доктрине, к ее миграциям, мы тогда сталкивались… Идет проблемой, которая нам было очень сложно отходить. Я, к сожалению, сейчас не помню, это было давно это принято решение. И мы, собственно, удовлетворились достаточно… Ну… Тут кода немного, если нет, из-за этих миграций. Вы потом посмотрите. И все-таки хотелось получить инструмент… Опять же, этот сайт был… Понятно. Ну, только Трин, у нас получается два инструмента. И этим мы пользуемся, и тем мы пользуемся. Трин на собой свои виды, вы работаете. Да. Все, вот это вот все закупаем, он как-то… Ладно, хорошо… А так оно основано на ZF все-таки? Весь биндинг, который на базу, идет на ZF? Ну, тем не менее, мы вдохновляемся… Да. …на работе… И, ребята, древники… Второй вопрос более практичный. Если у вас в таблице довольно много строк, что вы делаете с таблицей? Ну, если у вас, допустим, 4 миллиона строк в таблице, то человек, который запустит эту эмиграцию, наложен платно. Ну, сейчас эмиграции генерятся только по структурам. И я даже скажу… Какие еще эмиграции анимок? Пока тогда структура данных. То есть пока у нас эта проблема не старая… Я не о данных. Я говорю, что если вы в структуру данных, если вы в структуру таблицу добавите поле альтера, то вам админ отрежет. А-а-а… 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 А что мне там в случае нужно делать? Ну, руки отрезать. Не надо запустать. А-а-а-а… Эмиграция так не называется. Эмиграция… Если в проекте уже 4 миллиона строк, там явно есть какая-то инфраструктура по переключению базы со славмастера на слее, мы придумали, правда, я не понимаю, если переключили со славмастера, ну, в общем, эти вопросы решают. Эти миграции, они маленькие, простые, и очень хорошо облегчают жизнь разработчиков, то есть нуля чего с разрабатывая. Когда там дойдет дело за миллион инфраструктура, ну, подумаем… Приходится… Придется, конечно, это все делать более… Этой дозу, конечно, будет… Ну, да, придется это все поднимать на один из… Ну, обычно такие альтеры… У меня, собственно, что вы делаете? Обычно… Обычно… Сам девортер – это не дело, я тебе так скажу. Просто девортер, который такой… Я тут хочу такую оптимизацию сделать, или хочу перенимать в поле create-created, еще что-нибудь… Нет, это вот… У нас был всего один случай, который мы не последним. И он был очень-очень много лет назад, когда человек вот таким вот образом… Эгэгээ, или я сейчас шик и пошел на продажный Дианомер-клазу, и удалил все эти улицы. А там живой сайт, уже живший… А руки? Там не просто руки… Ну, там как бы разобрались… Это был первый и последний раз, когда подобные вещи производились девелопером, и он просто вот так… Ревер-вей, и сейчас… И… Это придумаешь, что он прекрасный Дианомер-клазу, я так влечу… Ты что? Тогда было очень-очень многое… Если бы с одной еще у тюрьки не было… Он просто в сантех зашел, и… …на чюлью… Эгэгэл, который будет все… Ну, нормально… Он боят… Смечательно! Но когда это все удаляло, что… Вот это все… Немножение… Это уже более сложный процесс, и это находится в рамках… Я сам… В начале данных… Сказал о том, что… Это было для обмена… Кодом обмена… Обмена… Да… Еще вопрос можно? Можно… У Вас помимо миграции, там был еще дамп, по-моему, да? В скрипте… Пару слов расскажите… Ну… Собственно… Можно догадаться и название… Это дамп, который заплатил дамп… Он позволяет… Сделать то, что не позволяет миграция… Генерить дамп… Он его генерит в формате .sql… И он может его запустить… Это… Это… Почему бы не совместить тогда? Мы одновременно сделаем структуру и дамп… Вот… Вот это была моя идея первая – давать им и совместим… Но… Это мне надо было для разных задач… Вот… Можно совместить… Можно внести некий функционал миграции… По… Работе с данными… Но… Вот этот вот дамп… Он предназначен для… Других целей… Для… Допустим… Для того, чтобы делать дамп демо версии… Чтобы… Можно было периодически обновлять… Допустим, дамп на демо серверах… Да? Мы генерим дамп с определенными дампами… И по крому утром… Перегенерим всю базу… Вот… Это может быть… Для каких-то вот… Данных… Которые вам часто нужны в разработке… Для тестовых данных… Каких-то… А если изменилась структура… Если что? Если изменилась структура, то дамп не накажет… А у нас новый дамп… А дамп… Я включаю… Вдруг ты… И у нас опять старая структура со старыми дампами… Длубус миграции непонятный… Прохид не есть… Да… Миграция… 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 Да… Дамп… Да… Ему нужно… На демпус… Как вы… Ну, вы… Это увидите, как вы начнете его применять… По крайней мере, в тех целях, которые я назвал… Если вы для тестовых или для темовых версий… То вы это увидите, когда что-то у вас бывает… Вот… И тогда… Ну… Дамп… Должно быть создание… Добрый сайт… Добрый сайт… Он вас просто не забыл… И тогда вы как проведёшь… Так… И ещё вопросы… Ну… Собственно… Я подошёл… К резюмированию этой лекции… И… Хочу назвать те преимущества… Те вещи… Которые нам даёт… Зерффорс… На сомнению… Чистым заветом… Это… Установщик… Это какой-то начальный дизайн… Набор модулей… Админка… И… Пару расширений… Так… Ну… А теперь… Отвечу на вопросы… Если они… Ну… Если они… Я с вами… Админка… А… Автоматическое тестирование… Вы применяете… Для того… Чтобы тестировать… Да… У нас… Достаточно большой процент… Кодов, надборков… Покрыт своими тестами… И… Применяем… Но… Не всегда… Он вообще спасает… Пациенты ещё недостаточны… Нам ещё нужны люди… Которые будут… Придёжки писать… Ну… Применяем… Это действительно… Помогает… Вопрос… Вопрос… А чем обусловлен выбор… Вообще… Зерма… Как банк… Для разработки… Это… Спасибо… Отвечает… Отвечает… Вопрос… 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 Да… По самом деле… Я ничего нового не увидел… Скажем… То же симпони расширение знаменов… Получится то же самое… Причём… Нет, на тот момент у нас был выбор Z-пример, а на тот момент, насколько я помню. Да, у нас долгая история написания своих велосипедов. Возможно, Женя взял лодичку. Начиналось все... Это было шесть лет назад, я пришел Geek Solutions. Mixa был фривюрг. End framework. End framework. Это не так называлось, в принципе, что это. End framework. В смысле, E. End. Николай. Николай framework. Николай framework. Кто следует? Вот он. Это была балетка. Это была надстройка пакетов над пиром. Ну, то есть, какая-то еще простовочка. Причем пир был не как серверов установка, а там просто были выбраны из пиров. Да, запуски пира, которые... Причем еще обернуты в свою... Дальше мы с Димой, насколько я помню, решили все дело переписать. Написали X премьер, который был тоже настройки над пиром, но позволял обдейтить пиромские пакеты. И еще тут еще 24 премьера. А, нет. Нет, еще два. Два и Z. Ну да. Ну да. Дальше. А он Xcore 2 потом. Да, да. Но она тоже была... То есть... Ладно. В чем там Xcore? Это... Что мы попробовали сделать? Вот эту штуку на этом вот премьер на пиром. Да, и мы писали... писали Xcore. Тогда вышел Zend Framework. Мы взяли Zend Framework. Взяли Zend Framework. Взяли Xcore. Опс. И начали вязать Zend Framework. И от этого, на самом деле, все и пошло. Да. Потом были там и симфонии, и интерфлиг, и Xcore, и их там эти... Хороших и классных систем. Но у нас уже есть кузак, который он просит. В общем, какой смысл меняетесь? То на это. Если это уже все бойцы знают. Все знают, где там подводные камни. Как это юзать. Как ходить там. Понаписано кое-что всего. Или брать симфонию, с которой работали там точечно. Где-то. Вы проекты вот видели. У меня нет смысла. Ну, еще один для них такой момент, что... Поскольку Zend Framework — это те же товарищи, которые пишут, что КП, да? Да. То эти товарищи такие... Что-то у нас в Framework не получается. Давайте мы это сейчас по КП напишем. И Zend Framework. Отлично. Бац, бац, гоуту. Да. Нам нужно только уфрагивать. Давайте напишем кому-то. Да. Ну, вот еще вопрос. Через вас, через ваш CFCSH, есть через все свои провайдеры? Да. Или все так, да. Ну, вот... Спасибо за вопрос. И клей через автосекло. И клей через автосекло. И клей через автосекло. Вы знаете, что так же... Сомнительно. Ну, по крайней мере, не нужно пикать в палочку Zendap. Тоже не было понятно. Да. Вот, собственно говоря, вот для чего я это себя верткой и сделал. Давайте что-нибудь покажу вам сегодня. А, покажи. Ну, вон там... Я вот буквально на днях еще чуть-чуть не санкопилировал. А, пёточка? Да. Да, пёточка. Ну, это и там всякие условия. Основная суть вот здесь. Вот в этих вот строчках. Такой раунд для того, чтобы заработал что-то. То есть нам нужно прописать инии там, где у нас прописанный пикник, провайдерами, манифестом. Вот. И нам нужно добавить пикникры. Наш. Так, да, и с этим порядком. Вот. По другому... Ну, это можно, в принципе, глобально прописать, для... Но на один проект. Если у вас нет серии один проект, можно это все прописать в самом, в цельном контроле. В цельном контроле. То есть у вас есть степь, на котором несколько... Некоторые пачкают проекта. Добавлять он не видится просто. Добавлять второго. Да. В конце я просто... Ну, что-то... Ну, что-то... Ну, позже надо не выводить. Чем мне угодил инии формат конфигов? Почему еще? Знаешь, пройдет он в поле урок было мало, а перейдет к этому. Их с тобой! Ну, что-то за вывод? Зачем уже не коснулся? Что-то нужно изменить. Явно... Это так и было. Понимаешь? Вот то, что он сейчас рассказал, это вот он рассказал свое утро, когда я пришел к нему и говорю, надо... Да я бы... А чем он лучше? Это же явно. Чем... 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 С аксималем. Мы от аксималена отказались. Это он... Массивный слишком. Да, уже слишком. Потом были инии файлы, а потом у нас, когда... Покажи, пожалуйста, кайфик файл. Вот. Сейчас. Сейчас мы конфиг Ямлский покажем. Ну, мы его убедили, когда уже не добавили. Да. Вот и мы его пролистай количество строк. И самое главное вложенность. Да. И... Каждая вложенность это... В иниф превращалось вот в такую структуру, когда значение не помещалось уже просто на экраны вот это сидишь ты за широкоформатным документом и еще и скролишь справа. Это вообще дико бесит. Вот. Постоянно вам. Ямл. Ну... Джессон. Войно. Вообще. Скоб, друзья. Да. Структурирование скобов. Третий-четвертый уровень вложенности, и ты должен берем скобов подекать. Ну, точно так же. Только несколько переносов. Абсолютно точно так же. В общем, прижимание просто взять одной строкой. При этом сохранив и раппи. А еще не лучше. Так, одной строкой наоборот же лучше вот так читать, чем вот так читать. В том-то и Джессон удобно, потому что и машине удобнее читать для человека. Надо думать о брате. Надо думать о машине. Я понял. Ну надо вообще. Не знаю. Сейчас украли ябл. Станет скучно. Переключится на Джессон. Ну да, и версия 2.0 стал. Ну да. Сейчас вот. Ну, короче, исходили не из каких-то там производственных. Просто так нам удобно читать. Еще раз еще вопросы. Какие еще форматы? Думаю. Чему не динам? Со сною, например, был базовый на SQIGE. Другие форматы предполагается? Поддерживать. Ну, просто бери его много. Ты имеешь в виду про миграцию или вообще про это слово? Вообще. Про это слово. На данный момент у нас поддерживается в SQI. Правильно? Да, хорошо поддерживается. Мы одно время, иногда нас пробивают на, как это там, кросс-датабейс, да? Мы начинаем там подбиливать миграции для других баз данных. Активности сейчас, наверное, на Postgre и на SQIGE, но миграции просто не поднимутся. А сам код будет работать. Ну, если вы продублируете миграцию для Postgre, то код будет работать. Еще что я могу сказать? На системе. Знаете, мне часто, ну, когда говорят про удобство ORM там и так далее, говорят, ну, как же, я ж вот, у меня будет проект, вот он на MSTL, а потом на Postgre и заключились, и все, ничего мне не надо. Вот, у меня в практике был только один проект за 6 лет, и при этом вот это вот не получалось бы все равно, потому что там был глобальный рефакторинг базы данных ко всем. Вот, ну, это так. Ну, а тогда, к сожалению, наша миграция не так не универсальная. Просто на ленинсах писать... Ленинсы, скорее всего, проверяют. Ленинсы проверяют. Ленинсы проверяют. Но сам же поддерживают разные базы данных проблем. Да, да. И даже наши миграции поддерживают. Там есть даже адаптеры для SQIGE и Postgre. Но дело в том, что наши миграции, мы так сделали. Проблемы с миграцией, которые должны работать. Сейчас. Миграции, например, с SQIGE-кодом, они, конечно, работают. Там есть еще createTable автоматически. Вот это ID-шник, без ID-шника. Вот это вот там пока что-то сделано. Вот, смотрите. Мы поливились, да, и делали query, createTable, и так далее. Ежай, но специфические мастерные отлично. Если бы мы написали this createTable, есть такой метод у нас, написали таблицу, как положено, то да, но и там, то есть create, он или нет. На самом деле проблема, в том, что он не предоставляет стандартных средств для манипулирования структурой базы данных. Поэтому нам приходится самим разворачиваться. Да, мы можем сейчас написать какую-то свою систему, которая будет в 2 уровне. Да, прошу прощения. Про Допилу вспоминали? Ну, про Допилу вспоминали. Ну, про Допилу, да. А, первую или вторую? Вторую. Вторую. Допилу immigration, собственно, да. Да, вспоминали. Рядом сидящий с тобой человек. Какой-то в айронике тоже есть. Да. Это мы вам покажем. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Тут у нас проект, но, правда, он рассчитан. Последнее, что мы прочитали. Не подсима, что нагрузку. Там было тысячи пользователей онлайн. Выбивалось, не помню, в 2-3 камни. Вот. Что-то какие-то методы были. Да. Там мы просто подгоняли, естественно, юзер на этом сайте и должен кликать так-что так-то, но таких юзеров догнали тысячу сайджеру и сайджеру. Но это не училило ньюзер на ланцеров и всё так. Это просто на одной машине. Это всё было на одном сервере. Причём мы условились вначале, что у нас будет 2 сервера. Мы хотя бы развили базу данных и код. Но в итоге тестировали и нам дали другую сервер. Мы протестировали и получили, что примерно на одном сервере семиспад находится. Ну, значит, на 2-х должно быть у нас три. Ну, и на это постараемся. Если не используется... Да, будет. Друзья, сколько назначат конкурентов пользователей, скажем, всего-то, если через AB, то пункт есть. Если шиши. 15 часов. 15 часов. Как скоро осталось? Это же... Зачем я тебе говорю? Ну, собственно... Вот, я лично принес... Тестировали, как бы, быстрее. Для меня, как правило, берём AB, выбираем хэширование и начинаем. Я, к сожалению, не готов на этот вопрос, потому что я не помню, что... Потому что тысяча прорезов денег за сутки — это 8-6 400 секунд. Это один запрос в 60 секунд. Примерно. Да, это, пожалуй, много, чтобы не стоять. Существует... Примерно. Существует... 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 Раз... Три. Ну, не мажетно, хорошо. Не знаю. Теперь идём симфонидоктрину. Так мы тоже не быстро его взлетимы. Если мы с врачом производителем... Если тоже вообще не вопрос... Да, да, да. Если хэш, то это же 2-3. Если взять хэш, то это же 2-3. Если взять хэш в общем. Садик Узомов. Возможно... Существует... Возможно, в следующих вытеках я расскажу о вопросах, про его личные... А, скажем, пишите. Существует... 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 Реширование наши модули поддерживают... Без коробочки... Без коробочки... Сказайте, вот эту мне модельку... Позясь, вот давай сначала в МКШ поедем... Там содержит деньги в час... Ну, вот... Так вот. Там... Краш-менеджер у нас настроен... Только я не помню, что мы где-то в модулях его... Не, навряд. А вот это... Это все ложится в данной разработке. Это потом уже, надо еще разравнивать. Ну, у нас только... А, да. К чему вопрос? К тому, что здесь же все модули... Ну, это юзер-менеджер... Там еще что-то такое... Ну... Они ж... Татик пейджер... А, пейджер... Вот пейджер... Татик пейджер... Должны вообще по дефолту... Да-да-да... Хорошая... Хах-ха-ха-ха... Ладно... На самом деле... Ну, вообще это не самое... Записали... Татик пейджер... Татик пейджер... Зачем мне вот это здесь задуматься... Ооо... Чего ты мастерство FTA-т имешь? Ну, чтобы да... Мне все это мастер делали... Ну, мастерство... Это справишься... Ну, он сам рулит в себе... Что-то там думает... Ну, вообще... Код... Ну, то есть... Логика... Логика должен заниматься... Волгик, как в Мадженде, например... Я в Мадженде не заглядывал... Не смотри... Не надо... Я заглядывал... Своей степени, чтоб... Пойкинра... А... А вот нет, понятно... Спасибо... Ещё вопрос... Спасибо... Ну, да... За весёленький виджет у вас на Twins... Который с вами... Да... 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 Это стандартный виджет... Да... Да... Можно отрикнуть... Почистить... Почистить... Только... Позвать... А что включить... Да... 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 Сейчас... Сейчас... Разберёмся... Сейчас пойдёт... Активным... Ребят... Активным... Комментаторным вопросником раздачи чашечек... Ну, это... Девочки... Мне на самом деле... Во-первых... Хочу поблагодарить всё-таки Женя за то, что он нам... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Во-вторых... Хочу поблагодарить вас за то, что пришли и поддержали... Ну, вы видите, начинали как бы... Опыт... У нас... Ну, какой-то там, понятно, все в интернете ездили, все такое, но в организации всего этого... Поэтому, если что-то не так, пишите, говорите обязательно, мы это все будем учитывать, в следующий раз являя вас вопросом. В-третьих, не думайте, что если, допустим, у вас есть какая-то идея по поводу доклада, но вы боитесь послать ее, потому что всегда найдется кто-нибудь круче, кто меня заменит и все такое, это все фигня. Если доклада будет хватать, все выступят, по-протому. Если доклада будет больше, чем нужно, мы придумаем какую-нибудь голосовалку, какую-нибудь социальную грей, с помощью которой мы все сможем выбирать, что мы хотим сначала послушать, а что мы хотим потом послушать. Это опасно. Пока хватает, мы можем поднять руку и сказать, я выступил. Я буду слиять! Понятно, что это будет только в том случае, если будет докладов масса и будет из чего выбирать. Предложи, вот эту социальную штуку надо в вашем ZFCO сделать, а мы его дочмарками тестим. Положите ее, да? Да. Даешь DDoS? ZFCO рефейс будет. Не, на самом деле предложение очень хорошее, потому что, допустим, может быть не есть что рассказать, но я на самом деле не уверен, что это интересно аудитории. Вполне можно сделать форму какую-нибудь с добавлением темы, и за нее можно будет поставить плюс один или плюс один. Да, то есть изначально голосовалка за то, чтобы вообще кто-нибудь полюхал. Ну, на самом деле, я вам спасибо, Катя, это ее идея по повозру голосовалки. Да, и уже даже есть небольшая платформа, не будем называть название и всего остального, Катя ПМ из проекта похожего, который мы... Возьмем идею, с которого мы... Ни в коем случае не будем ничего думать. Ни в строчке тоже. Которая как раз этим идея, она это и делает. То есть там есть suggestions, а есть и голосование за эти suggestions. Н и сайты. Вот, поэтому, да, да. Скорее всего, так и будет, но опять же, если там два человека изъявят желание, то... Будем голосовать, конечно, но поводят с боя. Если голосов не будет, то, в общем-то, нет смысла и проводить... Да ты сейчас скажи, что ты стесняешься. Нет. Да. Интересно только какая-то половина дела только. Надо иметь еще психологическую стойкость комментаторов. Вообще тут у нас аудитория веселая. Желтые карточки выдавать. Нет, нет, нет. Голосование тут открыто, а комментируем не раз. То есть видят только тот, кто выкладывает вызов. Как это охрана? Ладно, в принципе, вроде бы все, что хотели...